Продукты для кулинарного шоу «Вкусно» предоставлены нашим партнёрам ООО «Гипервдом», за что им огромное спасибо. РАИС ГАБИТОВ 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 сейф тяжелый тащу и думаю, господи, что я здесь делаю. Чем ли я занимаюсь, спросил, до 7 секунд. Почему я здесь вообще? Какая-то была гора? Это была гора Елангас, 1300 метров, достаточно очень красивая, с нее все видно, около моего родного Белорецка. Ну и сейф был, на самом деле, не очень тяжелый, килограмм 10, но мне хватило. Ну, насколько я знаю, что там же есть определенный вес рюкзака, да, какой он должен быть для того, чтобы забраться в эту гору спокойно или хотя все зависит от физического состояния человека? Конечно, все зависит от состояния человека, но я предпочитаю так называемое легкоходство. Это когда ты берешь минимальный какой-то груз, и чем меньше у тебя груза, тем ты быстрее бежишь и идешь, тем ты быстрее идешь, тем, соответственно, больше состояния проходишь, и тебе нужно меньше еды, тебе не нужно ночевать. Вот, такие быстрые восхождения. Но самая большая гора, покоренная тебе сейчас на данный момент, это какая у нас? Ну, это Эльбрус, самая высокая гора Европы. Мы каждый год участвуем в соревнованиях, RedFox и Эльбрус рейс. Это скоростное восхождение на Эльбрус. Что такое скоростное восхождение? Все бегут? Ну, это так называется скоростное восхождение. На самом деле, все идут, а я иду очень медленно. Ну, а спортсмены, самые крутые, чемпионы мира, они очень быстро идут. Вот, бегут два раза, получается, в начале на камеру и в конце на камеру. Итак, Раис, что дальше мы делаем? Итак, мясо, значит, мясо, получается, немножечко у нас постояло с перцем, солью и лимончиком. Оно стало совсем нежное. Вот, на самом деле, такую же вещь может сделать семга, допустим. Только семга, он уже будет меньше обжарен. Сейчас мы будем, значит, обжаривать мясо. Как раз оливковое масло. Чуть-чуть, да. И давай. Все получилось у нас, друзья, мы начинаем. Скажи, ну, ты ведь еще, естественно, как я и сказал в начале передачи, блогер. Вот как начать, как стать блогером? Что для этого нужно? Достаточно ли завести канал, в жжжурнале открыть себе страничку? Ютуб, Инстаграм, Фейсбук. Или должно отношение к миру какое-то особое быть? На самом деле, если мы говорим про блог, просто, да, любой человек может его завести, ну, и быть, как бы, блогером, да. Но, чтобы стать успешно блогером, ну, люди становятся только по двум причинам. На самом деле, есть две главных. Критерии главных. Нет, не критерии, а стимулы. Да. И это не деньги. Как многие думают. Да, вообще нет. Все популярные блогеры стали по одной из двух причин. Так, первое. Первое, это творчество. То есть, человек хочет выразиться. Ну, он как писатель, только в интернете. То есть, так вот, грубо, да. Или фотограф, или путешественник. Он хочет выразиться. У него должен быть свой почерк. Ну, да, конечно. У него свой стиль, почерк. Он должен... Ему даже нравится то, что он пишет или фотографирует, или делает видео. Вот. Как ты. Тебе же нравится? Нет, да. Отлично. Да. Это первая причина. Вторая причина, она может быть и тоже одновременно, а может быть только ею. Вот. Это слава. Слава или эгоизм. Да. То есть, когда любишь, чтобы тебя читали кучу народу, чтобы лайкали, вот, чтобы говорили классные слова. Вот. Особенно в инстаграме у девочек вот это вот. Да. Вот. То есть, две причины есть главных, а все остальные, ну, они, как бы, побочные. То есть, если человек захочет просто разбогатеть на этом, вряд ли у него получится. Нет. То есть, ему нужно будет применить настолько много усилий, что, применив он в другой области, он добьется в 10 раз больше его. Ну, по деньгам. Да. То есть, это не самый лучший способ стать богатым. Так что, если вы творческий эгоист, дамы и господа... Эгоцентрист. Эгоцентрист, то вполне возможно, что вы можете стать известным блогером. Практически дошло у нас наше мясо. Осталось нам туда чесночка немножко добавить. Зелень мы добавляем чуть позже. Да, давай чесночок. Пошел чесночок. Я думаю, самое время нам закинуть... Макароны, да. Наши фетучини, гнезда. Так, прикроем. Да. Сколько она по времени нам нужна? Я думаю, такие минут пять. Ты знаешь, на самом деле, макароны можно взять любые, просто эти будут красивее. Я забыл про сыр. Самое важное. Сейчас мы его и сделаем. Так, ну, у нас пармезан, пожалуйста. Да. Его нужно натереть? Да. Меленько. Меленько-меленько. Ну, слушай, ты посещал огромное количество всяческих форумов, не форумов, как они только не назвали, связанные с Богом. Как вообще, скажи, вот по твоему личному мнению обстоит погода блогеров в нашей республике? Насколько они в топе, насколько вы на уровне? Ну, у нас вообще в республике одна из самых развитых благосфер в России. Все, кто приезжает, говорят, что у вас очень мощные, очень творческие, влиятельные блогеры. Это получилось потому, что многие из наших медийных людей были блогерами в живом журнале или в Фейсбуке. Ну, допустим, тот же Дима Эггинсон. Который прекрасно готовил у нас недавно пельмешки. Да, пельмешки, да, отлично. Шамиль Валеев там, да. Ну, и многие другие люди, они как бы и блогеры одновременно. Поэтому у нас сильная благосфера. Мы даже проводили не форум блогеров, совершенно верно. Здесь. Да. Быстрее, чем Казань. Раньше Казани, что-то произошло. Слушай, я уже, наверное, давай сливочки. Самое время сливок, друзья, заливаем сливки. Красиво, как это все происходит. Сейчас чуть-чуть сливочки покипят. Из-за того, что был лимон, они немножечко... Сворачиваются? Да, сворачиваются. И поэтому получается соус такой. Бустенький. Как часто дома ты сам готовишь, скажи мне? Я часто готовлю дома, я люблю готовить. То есть это было... Да. Пока Раис выкладывает, у меня к нему вопрос, как у папы, знаете, как у папы маленькой красивой девочки. Вот скажи мне, не была ли мысль девочка у меня, дочь? А, у тебя. У меня, да. А у меня, у меня сын. У тебя сын, да. Вот скажи, у тебя были ли когда-нибудь такие планы сделать, ну вот, так по-древнему назову я, турпоход для детей, семь. Ну то есть... Слушай, ну конечно, ну допустим регулярно тут проходит. Мы однажды с сыном ходили на ремень, три километра прошли, ему было девять лет. Вот три дня шли, восемь километра прошли. Как он это стойко выдержал. Да, вообще молодец. У меня есть чудесный пол, что тебе скинули. Обязательно его почитаем. Практически все готово, осталось нам немножечко, это сыр, пармезанчик у нас управляется. Давай прошу последний штрих. Последний штрих. Выглядит это все крайне красиво. Да. Ну что, у нас практически все, господа, готово. Да. Вот так вот выглядит готовое блюдо от Раисы Габидова. Раис, но и по традиции нужно несколько добрых теплых слов. Перед тем, как мы вкусим твое прекрасное блюдо нашим телезрителям, твоим подписчикам, что-то такое светлое. Ведь впереди 17-й год. Чудесный город Уфа. Я часто пишу, что я очень люблю Уфу, потому что это мегаполис. Здесь есть большие магазины, здесь очень много хороших ресторанов, кинотеатров, очень много чудесных людей. И при этом одновременно здесь всего лишь 200 километров, там, 3 часа езды до моих любимых гор. Вот, поэтому это место, в котором я хочу жить. Я хочу, чтобы здесь были мои друзья. И хочу, чтобы у всех было все хорошо в этом городе. Раис Габидова был с вами в гостях. Кулинарное шоу «Вкусно». Мы будем сейчас кушать. Всем приятного аппетита. До скорой встречи. Для приготовления пасты фетучини с курицей в сливочном соусе вам потребуется 1 кг куриной грудки, 0,5 кг макарон, 0,5 литра 10% сливок, 3-4 зубчика чеснока, 200 г сыра, 1 лимон, пучок укропа, соль, перец по вкусу. Субтитры подогнал «Симон»